Как и обещал, коротенькие истории, чтобы вам стало понятнее вот это вот самое непонятное время и сколько его надо. Конкретные примеры, ничего выдуманного, все как было по-настоящему. У меня работали люди, не один, а несколько человек. Это дает право говорить о, скажем так, научности эксперимента. Ну, условно, но тем не менее. Несколько людей работали у меня на протяжении года. Мы работали с ними очень много, часов по 12 в день. Делали несколько настоящих проектов под моим руководством в жестком темпе. Было тяжело всем, безусловно. Через год эти несколько людей устраиваются в топовые российские компании, именно айтишные компании, где их собеседуют старшие разработчики этих самых компаний, то есть очень компетентные люди. Их берут на работу на уровень middle. То есть у студентов, естественно, с какими-то задатками, потому что все люди проходили определенный отбор, ушел год на то, чтобы активно развиться и стать медлами. Вот вам один конкретный пример. Дальше. Другие примеры. Ко мне приходит человек, студент, который говорит, что он на протяжении 4 лет изучал Яву, например. И он, ну скажем так, не супер блистательно делает задания, которые, не знаю, под андроид-платформу, например. Но он 4 года, то есть 4 года это вообще такой неплохой стаж разработчик. То есть кто-то может себя синером даже считать с таким стажем. Это типа серьезно. Но самостоятельное изучение дома по несколько часиков в день и вот это все, оно делает из него стажера. Понимаете, в чем разница? Сейчас год, 4 года, безумно разный результат. Реальные истории, реальные люди. Много студентов приходят, которые говорят, что я учился в институте, а институт это 4 года. Параллельно мы с друзьями что-то там делали, они приходят на стажера, знания у них небольшие. Я никого не черню этим образом, но просто чтобы вы понимали, когда вы задаете вопрос, сколько времени нужно в день, я вам привожу несколько примеров. И объективно в ситуации, когда была активная работа, плюс наставник, плюс реальные проекты, то есть полное понимание того, как действовать, огромное количество времени, которое люди тратили. Через год они получили реальные, настоящие результаты, которые тестил не я, это не мои какие-то там фантазии, а другие сторонние разработчики при собеседованиях. Собственно, как и всех остальных людей, они их собеседовали и получали, получаясь вот такие результаты. Неплохие истории, да? Это говорит о том, что можно получить великолепные результаты, но нужно очень много факторов. И время, хочу вам сказать, то есть время на активную работу, здесь было ключевым фактором. Ключевым. Вот так.